Магнитные бури – следствие вспышек на Солнце. Именно они дают знать ученым о его активности. Метеозависимые люди уже привыкли и справляются с ними своими методами. Но в этот раз взрыв на огненной звезде был настолько сильный, что небосвод над средней полосой России осветило северным сиянием. Подобное природное явление не зря называется полярным – северным или южным, ведь, как правило, оно возникает именно в регионах одноименных полюсов. Дело в том, что у Солнца есть четыре вида активности, и один из видов – это вспышки на Солнце. Так как Солнце – это у нас, в принципе, газовый шар, то магнитные линии выходят совершенно в разной области нашего светила, и при определенной конфигурации, когда они выходят из одного пятна и заходят в другое, возникает магнитное давление, происходит взрыв, и, соответствующим образом, появляются так называемые заряженные частицы солнечный ветер, которые разлетаются в разные стороны. Я хочу отметить то, что тут появляются и магнитные бури, и радиобури, но все как раз из-за этих вспышек. Вспышки происходят регулярно. Если они не будут происходить, это как раз будет плохо, потому что Солнце должно быть активным. Природа явлений северного или южного полярных сияний довольно проста. На Солнце возникает вспышка, от взрыва исходит заряд радиации и ионов. Именно последние освещают небосвод, а точнее – атмосферные слои Земли. В штатных ситуациях атмосфера планеты не позволяет проникнуть люминесценцией на территорию умеренного климата. Ученые пока не могут объяснить точную причину, почему вдруг жители Татарстана и соседних регионов могут наблюдать за полярным сиянием буквально из окна дома. Ведь раньше для этого люди специально отправлялись в условный Мурманск. Дальше ситуация такая. Вот этот ветер солнечный долетает до Земли, облака, и в принципе вот эти заряженные частицы не должны пробивать это магнитное поле, а двигаться вдоль его линии, заходить в северном и южном полюсе Земли, ионизировать воздух, и там соответствующее свечение должно быть. Всем известное – северное и южное сияние. То, что даже сильные магнитные бури у нас произошла, это, в общем-то, рядовой случай. Ничего тут необычного нет. А вот то, что у нас сияние здесь возникли, это, в принципе, ни о чем хорошем не говорит. Это говорит о том, что магнитное поле ведет себя не совсем так, как должно вести себя штатно. Сейчас о причинах возникновения столь редких явлений, как полярное сияние над неполярными территориями, можно рассуждать в основном в рамках теорий. Кто-то объясняет это метаморфозами в атмосферных слоях Земли. Кто-то вообще говорит об изменениях в самом ядре и о магнитных излучениях, которые влияют на это. Но можно смело сказать, что с каждым годом привычные нам положения в природной системе меняются. Еще примерно 40 лет назад морозная зима с температурой воздуха под минус 45 градусов была абсолютной нормой в Татарстане и соседних республиках. Чего не скажешь про современный климат нашей малой родины. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости.